Коллег теряли? Теряли. Как это воспринимается? Я не знаю, как это писать. Как брата, как учителя, как отца. Вот у меня в отделении, он уже не работал на тот момент, но вот одна из тяжелейших трагедий, когда мы потеряли человека, который отработал всю свою жизнь. Всю свою жизнь в инфекционном отделении. Был в том числе моим учителем. Боролись за него практически месяц, но, к сожалению, нет. Бывают такие моменты, что сообщаешь о смерти пациента, который, назовем это, был безнадежным. Родственники это понимали. Родственники ждали. Ты ждал, как врач. Ты делал все необходимое, все силы были брошены, но ты понимаешь, что там, допустим, в очень престарелом возрасте, с кучей сопутствующих заболеваний, с которыми человек прожил очень много лет и порой не следил за ними, что здесь исход, к сожалению, предсказуем. Грустно, тяжко, но ты понимаешь, что здесь и сделать ничего не было. А вот самое страшное, когда ты сообщаешь о смерти молодых. Ну, в буквальном смысле молодых, 30-40 летних. Если у вас нет антител в принципе, и вы сталкиваетесь с инфекцией, в том числе с короной, средний срок, когда ваш собственный иммунитет сможет дать отпор, 10-14 дней. Учитывая циркулирующий подавляющим образом дельта-штамм, за 14 дней мы уже успеем запаковать пациента в черный мешок. А если у тебя хоть какие-то есть антитела, хоть чуть-чуть их, организм такой, о, знакомый. Так, да, точно. И он уже с первого дня, с того, как столкнулся с инфекцией, начинает подоболять жару собственных антител. Вот в чем суть вакцинации. Ну, скажите сейчас, вакцинированные были? Конечно, были. Вот я могу вспомнить последние три суммарно летальных исхода вакцинированных. 74 года и сопутствующий диагноз, состоящий из 8 нозологий, из 8 заболеваний. Второй мужчина, ему 67, только первый компонент, на 10-й день от первого компонента. Иммунитет еще просто не сформировался. И третий мужчина, 91 год, на удивление, только гипертоническая болезнь, вакцинация год назад. Если мы не будем вакцинироваться, если не будем наращивать темпы, мы в ковиде проведем, в ковидных госпиталях, в комбинезонах, еще ли не знаю, лет 5.